Всем привет! Сегодняшний мой рассказ о воззрительной трубе от Уральского оптиково-механического завода город Екатеринбург ЗТ-30МИКО. Название трубы указано прямо на корпусе. Производилась в городе Екатеринбурге в 80-90 годы прошлого столетия. Чем интересна эта труба? Ну в первую очередь интересна тем, что имеет очень необычно высокую кратность увеличения. Целых 30 крат для такой компактной и легкой трубы это очень немного. Сравнимые характеристики у той же ЗРТ-457 от Казанского завода фактически у нее она имеет те же 30 и 60 крат увеличения, но ее корпус в разы больше, чем у этой трубы. Соответственно, голосной плюс этого прибора это его компактность. Длина всего 180 миллиметров, то есть 18 сантиметров. Максимальный диаметр трубы 52. Диаметр объектива 40 миллиметров. Угловое поле зрения, несмотря на такие компактные размеры углового поля зрения соответственно 1,5 градуса. Линейное поле зрения на расстоянии 1 километр составляет 25 метров, что сравнимо с той же ЗРТ-457. Далее минимальная дистанция фокусировки 1,5 метра. Диаметр объектива 40 миллиметров. Удаление выходного значка 6 миллиметров. Предел разрешения по центру 6,84 угловых секунды. Достаточно хороший показатель для трубы с такими скромными характеристиками. Что касается габаритов, я уже сказал 180 миллиметров. Так, масса-масса составляет 500 грамм всего лишь, но для такого компактного корпуса это достаточно внушительная масса, то есть прибор сам по себе уэсистый, тяжеленький такой. То есть когда держишь в руке чувствуется, что это не какое-то пластиковое изделие, а настоящая прочная металлическая. Так, резьба имеется под штативное гнездо, вот соответственно штативное гнездо под резьбу для установки на штатив. Резьба современная, 1,4 дюйма, соответственно, можно на любой современный фотоштатив закрепить трубу и вести наблюдение со штатива, поскольку кратность увеличения у трубы внушительная, 30, соответственно, с рук наблюдать можно, но удобнее и комфортнее, естественно, со штатива. Так, теперь то, что касается оптической схемы. Оптическая схема, несмотря на такую легкость, компактность и простоту внешнюю, оптическая схема достаточно сложная. Это шестилинзовый объектив, который состоит из трех склеек, соответственно, три склейки по две линзы в каждом, вот здесь они находятся. Да, далее идет оборачивающая призма АБ и окуляр, соответственно, окуляр пятилинзовый Эрфли второго типа, то есть конструкция окуляра тоже достаточно сложная, несмотря на небольшой диаметр задней линзы, он сложный, пятилинзовый и, соответственно, благодаря ему труба имеет достаточно качественное изображение, можно сказать даже не достаточно, а высокое, высокое качество изображения. Производилась она на Уральском оптико-мехническом заводе в 80-е и 90-е годы. Что интересно, этот завод работает и по сей день, но уже не производит бытовой продукции, наблюдательных приборов не производит, а производит промышленное оборудование, медицинское и так далее. Но вот таких уже зрительных труб, соответственно, наблюдательных приборов не производит, поэтому труба по-своему уникальная, производилась небольшими партиями, небольшими тиражами в 80-е и 90-е годы. Некоторые считают ее редкой, но при желании в продаже ее найти можно свободно, она доступна достаточно. По стоимости, стоимость варьируется от 3 до 4 тысяч рублей в среднем за экземпляр в хорошем состоянии. Комплект поставки состоял из самой трубы, соответственно, передней крышки, передней крышки, чехла и еще один из вариантов поставки включал в себя штатив такой, настольный небольшой, порядка 15 сантиметров в высоту. То есть, ходил комплект поставки настольный штатив, но это вариант поставки, он не в каждый комплект ходил. То есть, тоже достаточно интересная комплектация была у трубы, прямо с завода шла. Ну и, соответственно, в свободной продаже, сейчас уже в новом исполнении таких труб нет, только если приобретать сруб, вторичный рынок. И, соответственно, достоинство трубы, это, во-первых, конечно же, ее компактность. 30 крат на такой маленький прибор, это вполне серьезная, внушительная цифра, небольшой вес, ну и удобство. То есть, ее можно брать с собой, буквально, в смысле, в карман или в сумку класть и носить, постоянно с собой таскать, используя для различных целей наблюдателей. То, что касается качества изображения, качество изображения высокое, особенно с учетом такой, опять же, несерьезности и большой компактности корпуса, качество изображения высокое. Оно и резкое, и контрастное, немного светопередача смещена, теплые тона, желтит слегка, но от комфортного наблюдения не отвлекает. То есть, изображение резкое. Поле зрения небольшое, естественно, небольшое, но, опять же, с той же ZRT-457, если сравнить на 30 кратах, то оно вполне сравнимое по полю зрения с ZRT-457. Ну, возможно, чуть-чуть поменьше, но, опять же, по качеству картинки и по полю зрения эта труба практически ZRT-457 не уступает. Хотя ZRT-457 также сладится тем, что поле зрения у нее небольшое, это один из недостатков тоже той трубы. Но, тем не менее, если, опять же, сравнивать стоимость ZRT-457 и Mico, то за эту стоимость, за невысокую вот этой трубы, она, то есть, на свои деньги она показывает абсолютно. То есть, изображение резкое, контрастная, хроматические аберрации присутствуют, но в пределах допустимого небольшие геометрические искажения, серьезных каких-то геометрических искажений нет. То есть, и изображение приятно. Также хочется отметить наличие вот этого наглазника. Он резиновый, такой, из мягкой, плотной резины. То есть, прикладывать к глазу и вести наблюдение его очень удобно. Это не такой жесткий пластиковый, как на той же ZRT-457. Он мягкий, удобный, то есть, комфортно очень им пользоваться. И также его можно сдвигать, то есть, перемещать вдоль оптической оси. Если сдвинуть и плотнее поднести окуляр к глазу, то поле зрения становится больше. Я вот таким вот образом пользуюсь. Сдвигая его чуть вперед на несколько миллиметров наглазник, он, опять же, удобно обхватывает глаз, устраняя боковые засветки и поле зрения трубы становится больше. То есть, вот таким вот образом наблюдать, вести наблюдение намного комфортнее. Также, еще интересная особенность, имеется дальномерная сетка в виде прицела. Дальномерная сетка в окуляре и она в виде прицела, то есть, креста. И когда идешь наблюдение, возникает ощущение, что ты смотришь не зрительную трубу, а оптический прицел.